Сегодня в Доме детского и юношеского творчества состоялось посвящение в кадеты. 42 ученика кадетской школы произнесли клятву и приняли присягу. Именно в этот день, ровно 285 лет назад, по указу императрицы Анны Иоанновны, в Петербурге был открыт первый в России кадетский корпус. С того момента 17 февраля принято считать исторической датой. Сегодня ровно 285 лет исполняется, но преимущество на лицо – это духовность, это внутреннее содержание. И вообще, в философском плане, если посмотреть, это тот случай, когда мы говорим, и форма, и содержание должно соответствовать. Форма наполнена патриотизмом, внутренним содержанием, любовью к семье, к родине, школе и тем традициям, которые за эти годы были. Вот они, будущие военнослужащие. С каждой минутой волнение ребят нарастает, ведь через пару минут они произнесут клятву и станут настоящими кадетами. Верно-симонтверженность служить отечеству! Приверно-вся! Вы верные и честные товарищи! Приверно-вся! Подержать юных кадет пришли не только родители, но и их преподаватели. Например, Геннадий Долгов раньше вел занятия по судовождению. Когда мы такими же маленькими были, в школе учились, было поколение такое. Все хотели же космонавтами, летчиками, моряками стать. Сейчас, конечно, времена меняются, молодежь, интересы другие. Но все-таки думаем, что кто-то вот такую стезю морскую выберет. Обучение в кадетской школе ориентировано на военную и гражданскую службу. Особое внимание уделяется физической подготовке и культурному развитию кадет. По словам директора кадетской школы Татьяны Казаковой, в ближайшие месяцы вместе с учениками планируются выезды военной училища Приворского федерального округа для того, чтобы пообщаться с коллегами и обменяться с ними опытом. Ну, самая главная задача сейчас стоит – это построить новую школу, в которую мы хотим въехать в 2019 году. Строительство школы начнется в этом году. И, соответственно, сейчас готовится концепция развития новой школы, программа. То есть, понятно, что федеральные государственные стандарты, которые действуют в общеобразовательных учреждениях, они касаются и нашей школы. Но мы думаем о том, какая будет программа дополнительного образования детей именно по направлению военно-патриотического воспитания. Стать военнослужащими непросто. Смирно сидеть на уроках, быстро кушать в столовой, держать осанку, получать хорошие оценки иногда бывает сложно. Но со всеми трудностями ребята справляются. В нашей школе очень прославлена дисциплина. Нельзя бегать по коридору, шуметь на переменах. И у нас, ну, как в обычной школе, только у нас военный уклон там. У нас что? Оружие разбираем, собираем, маршируем. У нас в школе есть специальные нормативы для этого. Еще у нас вот такие вот книжки, где записываются все оценки. Мы только сегодня не получили. Евгения Егорова, Андрей Шоклев, Республика. Продолжение следует...